Так вот, в каком году я начал играть в компьютер? В каком году я начал играть в компьютер? Ну подумайте. То есть тогда, когда появились первые компьютеры, нет, было еще пораньше. Это дело-то началось в 1989 году, потому что именно тогда мы купили свои первые интересные машинки. Электроника МК-58 и МК-62. Во что мы тогда играли? Только надо было неторопливо все это дело забивать, потому что это была программа. Какая это была программа? Несколько было программ посадки космолетов на Луну. Ну, это было немножко сложности, но тем не менее мы этим делом-то и занимались. Что потом произошло? Потом я как-то пришел к своему лучшему товарищу, другу, наверное, Виталику Коркину, говорю, а покажи мне свой компьютер. Я даже не знал, что он уже в 90-м году купил себе Синклер. Синклер, это был звездец. Да, именно звездец, потому что мы тогда вообще даже не понимали, что это вообще существует. И вот с того момента мы начали играть в компьютер. Но потом все договоры начали быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро ускоряться. Когда мне мой сын сейчас начинает играть на компьютере, я ему объясняю, сын, а ты об чем сейчас играешь? Вообще-то! Ты сейчас играешь в какую-то там бредятину, которая уровня Синклера того года, такая пробокс начинается, ну, полное говно, ну, играет. Ну, да ладно. А в связи с тем, что мы наигрались, ну, в принципе, есть люди, которые наигравшись, думают, что игры для них закончились. Еще раз говорю, вы это дело можете заканчивать, а потом не думайте, что у вас болезнь Альцгеймера шлепанет. Потому что все, как бы, нам объясняют, что если бы вы не изучали дополнительные языки, если бы вы не играли в компьютер, болезнь Альцгеймера бы шлепнула, наверное, и меня в том числе. Но как-то не хочу это делать, естественно. И я вот немножечко, ровно час, ну, может быть, два, для того, чтобы мозги очистить, а мозги у меня просто ушиблены. Знаете, чем мозги мои ушиблены? Они ушиблены тем, что я работаю для, для кого я работаю? Вот вопрос. Это, кстати, вопрос для тех, кто почему-то уничтожает мои машины. То есть я работаю для вас. Я всем людям объясняю, как вам жить в условиях полной сраки. Потому что была бы не полная срака-то у нас, когда можно было бы человеку захотел спокойненько, купил себе при нормальных условиях заработной платы, это ориентировочная сумма, которая была у нас в 1900... А, вру. Да, и в 1997 году мы нормально деньги зарабатывали, а потом опять кризис какой-то выбахнул. И в 2007 я тоже деньги нормально зарабатывал. И, в принципе, при богатстве выбора, при количестве бизнесменов ориентировочно в городе Магнитогорске, примерно 5000 бизнесменов, и все хотели залезть на телевидение, и все хотели залезть на грамотное телевидение. А самое грамотное телевидение я в этот город внес. И не надо мне сказки рассказывать. Программу «Автостоп» я внес в наш дивный город в 2001 году, когда не было ни хрена подобного, понимаете. И вот после этого вот эти весложопики от различных телевизионных компаний начали свои примочки. И телевидение уже провалилось, естественно, не «Автостоп», потому что «Автостоп» работает. Просто у меня сейчас нет второго человека, с которым я ездил. Почему сейчас «Автостоп» немножко другой? Проблема в том, у меня просто людей нету. Как я могу? Я не могу машину снимать в гордом одиночестве. Понимаете? Мне же надо, чтобы я за рулем ездил, меня надо, чтобы снимали. Машину-то я сам снимаю, тут вопросов нет. Ну, хотя бы двух-трех водителей. Это что-то какая-то в сложности. Никаких проблем. Вопросов нет. Есть товарищи, которые хотят. И мы будем это делать. Даже успокойтесь. Сейчас один еще товарищ немножко очухается. И, наверное, мы с ним... Ну, вы видите, какая дивная ситуация. То, что у нас получается? Ничего не поменялось в природе своей. В отличие от дебилов, объясняю, которые берут чужие камеры, я не использую чужую камеру. Нет. Я использую свои камеры. Это все лично мои камеры. И давайте все-таки определимся. Если существуют дебилы, то был такой товарищ у нас, который получил высшее образование именно по журналистике, Допчинский. Что он устроил? Он устроил всем звездец. Была такая газета, называется «Вечерний Магнитогорск». И он всем звездецом устраивался. Давайте все-таки определимся, что такое дебил, а что такое умный человек. Так вот, обратите внимание, есть такой поисковик, называется «Евросервис». Там вбейте, посмотрите на его... На то, как он ушел из жизни. Даже никто там ничего не помог. Просто... Просто. Реальная срака. Не надо таким макаром заниматься, понимаете? Я знаю, о чем идет речь. Самое забавное, почему я начинаю журналистикой заниматься. По одной простой причине я хотел бы вам показать, что даже невзирая на это мерзкое быдло, которое я вам демонстрирую, я никогда не смотрю свои передачи вообще в природе своей. То есть, то, что я вам показываю на YouTube, вы думаете, мне нравится, когда я вижу это лицо? Нет. Нет, нет, нет. Я быстренько... Вы думаете, что вот я вот эти... синхрончики мои длиннющие, естественно. Почему длинные синхрончики? Я объясняю. Потому что эти длинные синхрончики показывают, во-первых, мои мозги. Они люди, которые используют, допустим, телетексты. Очень много людей, которые используют телетексты. В принципе, они могут вот рядышком с вами... То есть, это даже камера не будет видеть, потому что телетекст работает вот так вот, понимаете? То есть, он типа работает с камерой, но телетекст ему поддирается. Здесь ничего нету. Я, знаете, с этим телевидением от и до... Был знаком еще тогда, когда самого телевидения как такового не было, когда все мы еще снимали на кинопленку. У дяди Сережи был замечательный аппарат. Мы резали восьмерку. Шестнадцатую по 8... По 9 миллиметров. По 8 миллиметров, да. То есть, разрезали. Тогда еще ни звука не было, ничего. Я это дело все прошел. С музыкой у меня тоже все идеальности. Я этим делом всегда занимался. И вот такая дивность. То бишь, я прекрасно знаю, когда про меня забудут, как только я не буду в эфире. Я даже знаю, что это возможно случиться, потому что у меня очень серьезное заболевание мозга, естественно. Я его лечу. Но Господь Бог скажет. Я в него верю, естественно. Он дает мне силы и возможность. И дает вам возможность меня смотреть. И не думайте, что я балдю от себя. Да нет, конечно. Ну что, ребята, как можно от этого рыла балдеть? Это я серьезно говорю? Вы не думайте, что для меня все это нравится? Нет, нет, нет. Ну и в связи с этим я еще раз объясняю. То есть, это не монтажные склейки. Тут склеек нет. Тут есть мои мозги. Вот они есть. И слава тебе, Господи. Хотя, в принципе, моих мозгов-то поменьше стало после дивной операции, потому что меня часть мозга удалили, естественно. Вот видите, все как красиво было. Ну ладно, что-то еще есть. В голове слава тебе, Господи. Делюсь, естественно, с вами. И почему я занимаюсь вот этим дивным материалом, который я вам сейчас демонстрирую? Да-да-да-да-да-да-да. Что это такое? Успокойся. Не надо. Успокойся. Ничего не буду говорить о сущности. Небольшой такой втыкон. Ну, то есть, как бы вам сказать, когда мне говорят, умеешь ты летать, если бы не дивность событийности 91-го года, когда по полной программе развалился Советский Союз, я бы никогда телевидением не занимался. Поведайте мне, в 91-м году я собирался поступить в Коммунистическую партию Советского Союза, КПСС, такая штука, а не помните, очень зря, кстати, вы очень зря и очень много не въезжаете. То есть, давайте все-таки определимся, когда появились компьютеры. Так вот, компьютеры, обыкновенные ЗТС Синклеры появились еще в Советском Союзе. Советском, вашу мать, Союзе они появились. Тогда не было ничего. Конечно, он немножко был своеобразный, не совсем такой, как нужно было. Ну да ладно, тем не менее, первые компьютеры ЗТС Синклера появились в Советском Союзе. Там было красиво все. Я, естественно, бы поступил в партию на первом курсе, то есть на втором курсе, потому что на первом курсе не получилось, потому что я поступал в институт, когда мне было 17 лет, а 18 лет, и когда только 18 лет можно было поступить в партию, естественно, я бы пошел куда-нибудь подальше и повеселее. Почему я вам сейчас говорю, и вернувшись на круги своя, почему мне нравится Отечество, потому что в свое время именно Отечество сделало Ил-2, очень крутой авиационный симулятор. И в этом Ил-2, а я всю жизнь, я всю жизнь мечтал летать на самолетах. Меня не пустили, потому что мне не хватило 3 сантиметров роста и 2 килограмма веса, я чуть не охерел от этой твари, которая меня все дело колбасанула. Ну, сука, она была еще та, тут даже вопросов не было. То есть я ровно год занимался, я собирался летать, я бы летал, да, но она скотина, мерзкая, чмошная, не знаю, о чем идет речь. Ну, я верю в Господа Бога нашего и давно верю. И вы думаете, что когда я собирался поступать в коммунистическую партию, я не верил в Бога? Ну, зря. То есть в 89-м году, 89-м, не в 91-м, в 89-м мы с Игорем Мониным покрестились. Никаких проблем не было. То есть можно было искать методы работы, воздействия. Но тогда же все сказали, что ой-ой-ой, вам будет плохо и тяжело. Ну, да ладно, не в том суть событий, к сожалению. К сожалению, Советский Союз развалился. К сожалению, меня отключили от возможности летать. Козлы. И потом, куда я пошел? Куда я потом пошел? Я пошел к тому человеку, который мне сказал, что будет квартира. Правда, я потом 8 лет квартиру снимал, но это отдельная тема. Поэтому я поступил на ЧГТРК и там начал учиться. Это уже отдельная тема была. То есть вернувшись на круге, я еще раз говорю, 1С2. Отличный материал. Почему его дальше и не делается? Потому что раньше все компьютеры понтами не страдали, понимаете? Ну, не страдали люди понтами. В принципе, допустим, мы говорим про вот эту штучку под названием «Мир танков». Он был рассчитан на более или менее удовольствие в области компьютерной графики. И при этом даже на 570 серии он смотрелся нормально и ровно. То есть мы будем говорить, что компьютеры никогда не стоили дешевле 1000 долларов. Никогда они не стоили дешевле 1000 долларов. Современный мой компьютер, который я сейчас недавно купил, ну, из той же «Оперы». Хотя, в принципе, сейчас новый тоже купил. Ну, вот если бы все вернулось на круги своя, вы представляете 1000 долларов, то есть 1000 долларов, ну, это было 6 тысяч рублей. Да, 1000 долларов было 6 тысяч рублей, когда доллар был 97-й год, когда его обрезали, естественно, сделали нормально. Потом доллар стал стоить внезапно 32 тысячи рублей. Потом 74 тысячи рублей. Сейчас 100 тысяч рублей. То есть 1000 долларов – это 100 тысяч рублей. Да-да-да-да-да-да. Это звездец по сути событий. То есть если бы мы хотя бы немножко денег-то получали, как в нормальных странах, я ничего не буду говорить. Ладно, шут с вами. То есть мы, россияне, никогда не бывали крутизными. Не, не было такого. Ну, хотя бы уровень Китая. Ну, этого даже уровня Китая у нас сейчас нет. Даже нет уровня Индии. Вы там ничего не охренели наши товарищи? Ну, из той «Оперы», которая нам не дает бабки. Вы там, все у вас нормально с головой-то, а? Или что-то там случилось? Улетели? Все. Да-да-да. Вы там, я уже не буду говорить, где, чего и как. И вот это слово под названием «Наебулина», блин, это просто звездец. Да. Я что-то в этой жизни, наверное, не понимаю. Ну, так вот, что случилось вот с этими делами, да? То есть в свое время мы залезли куда? Ну, туда, куда и должны были мы залезть. Тут других вариантов не было. Еще раз говорил. Мы, когда им говорили, малороссам, потому что Украины как таковой не было в природе своей, вообще никогда в природе своей. ее придумали американцы в 1894 году. Ну, не было вас, идиоты, тупорылый, чморивлин. Ну, не было вас. Вот и все. Вас только придумали. Ну, молодцы, что я могу сказать. То. Жесть, конечно. Ну, жесть. Вам рассказали. Берите газ. Ценники свои втирайте. Ну, только не залазьте в еврозону. Понимаете, для дебилов я объясняю. К огромному сожалению, Европа, как и Америка, не имеют возможности с нами работать в природе своей. Для того, чтобы это дело понять, вам надо было открыть. Вот я смотрю. Потому что иногда случается, я забалтываюсь, и переходится мне потом перещелкивать. Но это, дай бог, не случится, потому что батареечки свеженькие, естественно. Вы дали бы простые визы всем подряд, и все подряд посмотрели бы, как вы живете. Для того, чтобы вот этого говна нашего не было. Ну, дайте, свозите, посмотрите, что нельзя срать. Нельзя поджигать. Ох, что тут творится? Что тут творится? И почему мне не нравится, что я работаю? Я работаю для всех. Я работаю вам, объясняю, как это делается. Никогда никого не убиваю. Ну, за исключением тех, которые решили, что телевидение для них это... И мы, они смогли бы по телевидению вытащить, протереть жопу этим телевидением. Нет, дорогие мои, это не получается. Была бы дивная ситуация, когда меня бы не накрывали цензурой. А цензура сейчас немножко другая ситуация, да? То есть, они не цензурируют. Просто потом у тебя не будет под названием местечко в эфире. И все. Они это делают, делают, делают. Зачем какая-то цензура? Сказали, если еще один гандон ну, разного типа появится, то мы у тебя заберем лицензию. И вот это и есть цензура. Нет, никто не выкилывает. Просто, ну, вы не должны, и все. Ну, не должны, и все. Я-то знаю, почему, как грамотно все это дело работать. Как бы вам сказать, почему я этим делом достаточно давно заниматься начал? Потому что я начал заниматься, когда я стал в виде инженером. И я научился, естественно, своими руками, своей головой. То есть, меня никто не учил. Линейному монтажу, линейный монтаж, это была еще та опанька. Тем более, когда мы работали на супервых АЭС, там скречки, иногда вылетает там зеленый фон. Посмотрите внимательно мои первые сюжеты, которые я снимал. Это есть возможность в интернете, гляньте, несложно, естественно. Сам научился. Меня никто ничего не учил. Потом уже, благодаря двум специалистам, один закончил в ГИК, мы с ним познакомились, когда мы в первой битве участвовали. Потому что у меня один дебил есть, тот самый Игорь Монин, который не понимает, что мы участвовали в битве. Да, мы участвовали в битве. Если бы мы выиграли и был Соловьев, то я бы уже не был в Магнитогорске, мы бы уже в Челябинске были, и все там стало бы нормально, потому что нам нужны были квартиры, а мне нужна была квартира по самые кривые помидоры. Потому что у меня не было квартиры, естественно. Ну, проиграли. Потом вторую битву мы выиграли. Потому что мы работали, меня взяли оператором Виктора Филиппович Рашникова. Я с ним 9 лет работал. Я знаю, что это за человек. Это уникальный, качественный человек, который знает, и то, что он сделал в городе Магнитогорске. Ему вчера было 75 лет. Я, естественно, его в очередной раз поздравляю. Потому что не было бы его, вы бы все бамбу пососали в городе Магнитогорске. Поверьте мне, если бы не было Виктора Филиппа и вчерашнего, вы сосали бы простой бамбучок такой. И были бы в жопе. Но мы помогли. Он выиграл. Мы сделали. Даже сейчас ничего не буду говорить, потому что телефон просто тупо выключу. Вы не думаете, что что-то случается? Да ничего не случается. Я просто его выключаю. Даже, наверное, вырублю. Потому что мне надо с вами беседовать. А когда мне звонят, это не есть айс. Вот. То есть вот как-то так. Вот так все и случилось. То есть это были битвы, естественно. Были битвы. Но мы работали. Мы работали. И никогда наша Челябинская группа Магнитогорская телерадиообещательная Магнитогорский корпункт ЧГТРК был. Первоначально я туда пришел, там вообще ничего не было. Там была просто линейка. Уже потом, в седьмом году, когда мы пришли к Филипповичу, то есть мы занялись и купили себе нелинейный монтаж. То есть у меня как бы сама процедура нелинейности, это вот, как бы вам сказать, не дебил я как таковой. Не-не-не-не-не-не-не. Потому что у нас как только все это дело началось, как только чуть-чуть они опустились, но давайте определимся, сколько это все дело стоило. Оно никогда дешево не стоило. Обыкновенная нелинейка, которая давала времени, там 25 тысяч долларов, она у нас была, естественно. То есть когда мне начинают втирать по ушам, проезжать, я говорю, вы кому нахер втираете по ушам? То есть я начинал еще, когда кино было, потом линейный, нелинейный монтаж. Как бы вам сказать, что касалось меня лично, это все подряд было. Теперь сегодня и сейчас. Да. То есть то, что мы посмотрели, оно красивое, ровное. Мы ничего не будем говорить о судьбе событий. Но это уже отдельная тема. Это мы уже проехали, о чем шла речь, что в тот самый момент, когда украинцы, бывшие малоросы, решили устроить себе дебилизм, я бы, конечно, в 2014 году бы ввел туда свои войска, чтобы это было проще. Но почему-то это дело не получилось. И мы залезли чуть-чуть позже, в 2020, сколько? 2022 году, да, я внимательно смотрел по телевидению. Вот. Ну, это началось. Еще есть по этому телефону дошточки мне отдельные звоночки. Сейчас я все это дело повыключаю, чтобы это мне надоело. Ну, вот. Да. Мы туда залезли. А товарищи из Белоруссии, которые сделали вот эту передачку, то есть это World of Tanks в свое время, они вот что это дело продали москвичам. О-о-о-о. Господа белорусы, больше такое не делайте. Ну, не делайте. Если будет такая возможность, посмотрите мой сюжет, могли бы мне отдать, поверьте мне. Самая забавная ситуация в чем заключается? В том, что когда люди смотрят, на чем я езжу и видят, что я делаю, почему я все это делаю? Потому что я это делаю, потому что, ну, как бы вам сказать, это был еще Советский Союз. Леонид Ильич Брежнев, очень хороший специалист был, качественный, грамотно объяснял, что экономия должна быть экономной. А себе, во-первых. То есть, я ничего не своровал. Вообще. Я ненавижу, когда мне врут. Ну, просто не люблю. Мне вранье не нравится в природе своей. Вот такому человеку вам бы лучше отдать руководство. И к слову, о Владимире Владимировичу, о дяде Володе. Дядя Володе. Путин. Да. У меня был допуск, естественно. И самая забавная ситуация, что я, как Виктор Филиппович Рашникова, также очень сильно люблю Владимира Владимировича Путина. Потому что мы были вместе. Мы работали. Мы вместе этим делом занимались. Я не буду говорить о приятелях. Это уже отдельная тема. Возможно, это и есть приятели. Но как бы вам сказать, что свои приятели, некоторые меня реально швыряют? Это мои друзья. Да. Ничего не буду говорить. Отдельные мне говорят, что они меня швыряют. Но они мои друзьями остаются, поверьте мне. Но я сделал другой вариант. То, что все мои друзья, они независимые. И мы дружим, потому что это дружба. Я не хочу делиться ни с кем, потому что ни с кем делиться, ни с чем вообще в природе своей. И мы общаемся. И мне всегда это нравится, что они приходят к моему днюю рождения. К сожалению, на 50 лет не пришли. Другие товарищи. Ну, остались мои друзья. И следующий вариант, это тоже будут мои друзья. Ну, да ладно, тут не в том событии. То есть, вы взяли белорусы, отдали сюда беломосквичам. О, сейчас будет вездец конкретный. Что касаемо москвичей, отдельная тема, ничего не буду говорить о сути своей событий. Но скажу, что в следующем, последнем сюжете, в своем последнем сюжете, я вам дам финальные денежки. После всего этого дела ничего не случится в природе своей. То, что сейчас происходит, это реальная жопа. Стандартная жопа. Вы для чего это сделали, а? Белорусы отдали бы спокойненько на Урал. На Урале с мозгами есть товарищи. Я в Магнитогорске живу. То есть, Магнитогорск город делит две части. То есть, Европа — это город, Азия — это комбинат. Ради прикола посмотрите внимательно. К слову о том, что я бы посоветовал посмотреть внезапно сейчас, потому что Виктор Филиппович Рашников целил практически по... Да, если раньше, в 89-м году, когда мы должны были летать, мне сказали, что у нас нет горизонта, тогда так и было. То есть, сегодня горизонт есть. Да. И этот ККЦ уже не дымит. Уже все хорошо. Ну, давайте все-таки определимся, где мы живем. Это все-таки город Металлургов. При этом этот город Металлургов очень сильно крутой, навороченный. При этом дальше никуда я браться не собираюсь. То есть, дальше из Магнитогорска я бы поехал всего в два. Скажем, это областных центров. Это Самара и Владивосток. Вот. А нет, город Магнитогорск очень хороший город. Еще не думаю, что где-то в каком-то городе такие мероприятия существуют. Да-да-да-да-да-да. Очень-очень. Хороший, весьма дорогой. С придурками в голове. Я имею в виду в человеках сознание. Жизнь. Потому что, что эти человеки творят, я не понимаю. Не знаю, о чем идет речь. Почему-то они начинают убивать мои машины. Не надо убивать мои машины. Потому что, чем хуже вы для меня делаете, тем меньше у меня желания оставаться в этом городе. А я, в принципе, люблю Россию. В смысле, я люблю не Россию. Я люблю Советский Союз. Вот это государство я очень сильно люблю. В котором была бесплатная медицина, бесплатное образование. Отличное. Так она не то, что бесплатная медицина. Такая бесплатная медицина, так еще и люди должны были думать и равняться на эту тему то. То, что сейчас творится, через 10 лет будет вообще фестиваль еще тот. Ой, какой кошмар. Что идет-то. Ну да ладно. То бишь, вы продали. Что получилось? То есть, грубо говоря, я не знаю, попытался на втором уровне. Почему? Видите, это первый уровень, да? То есть, вот такой новорочный. Танчик мой красивенький, да? Вот там все красиво и ровно, да? Посмотрите внимательно. То есть, шильдики все пятерочки, да? Плохой, да, вариант? Вот. Сколько я на этом танке заработал? Теперь крепитесь, господа мои, крепитесь. Полтора миллиона, ну практически 1400. А, миллион 400. Ну, недавно, сегодня сделал. То есть, понятно, да? То есть, вот эта штука дала мне возможность, вот эта штука, неторопливо, дала мне возможность купить раз, два, не торопитесь, три, четыре, пять, не торопитесь, шесть. Вот эта штука дала мне возможность купить шесть десяток. Шесть десяток. Понимаете? Шесть десяток. Мало того, мне сейчас еще немножко надо, вот чтобы было не 20 тысяч, а 20 миллионов вот этих штук, а когда прыгнет до 30 тысяч, тогда я начну на десяточках развлекаться. Да-да-да. Потому что еще немножко надо дополнительности вещи, купить небольшие, естественно, все, то есть, шесть десяток. Вот. Узнаю, что я на ней работал. И когда мне говорят, что это очень крутая структура под названием долго и бесконечно вы будете с ней работать, я говорю, что, во-первых, вы не будете долго и бесконечно с ней работать, я бы убрал, потому что шнягу. Просто World Guinness, там, пятое-десятое. Ну, бред, сивая кобыла. Ну, бред. То есть, вы отдали все это дело москвичам. Москвичи что хотят? А-а-а, а москвичи хотят денежки. Денежки дайте, дайте денежку. Дайте денежки. Москвичи, вы говно. Почему я не хочу в Москву? Я не хочу уравняться с вами. Потому что вы сделали из телевидения полный отстой. Ну, не может человек, работающий, головой зарабатывать 60 тысяч рублей. Вы идиоты. Ну, наверное, так оно и есть. Кто туда поедет? Я не понимаю. Ну, поедут всякие такие мелкие твари, которые бывают снимать вот на эту херню, блин. Во. Вот. Они-то делать-то умеют. Че ж. Только потом она рухнет, и все, приехали. Нормальный специалист берет хорошую, грамотную камеру. И нормальный специалист понимает, что за хера я буду трахаться с этими делами, потому что главное – это мысли. Мысли, доведенные до вас. И именно поэтому я могу прыгнуть. Но зачем мне это делать? Потому что я знаю, что такое работа. Вот и все. То есть мне гораздо проще в стандартном сюжете все это вам слить, чем «это будет красиво и ровно». Только сам сюжет, который мы сейчас беседуем, он сколько будет монтироваться? Да космическое время, естественно. Зачем мне это нужно? Никогда в жизни. Никогда не нужно. То бишь, я неторопливо, потихонечку. Это нормально, клево, да? Это, к слову о том, может быть, какие-то дебилы посмотрят. Потому что умные люди начнут понимать, что неторопливо, ровненько, грубо говоря, ну, часочек. Больше не надо. Я свои мозги переключаю. Я свои мозги переключаю от того, что мне приходится работать на город Магнитогорск, на окрестности, естественно. Я общаюсь, я общаюсь с 90... О, какой там? Это получается 99% дебилов. Я не про всех говорю. Потому что когда были 5000 человек индивидуальными предпринимателями, да? То есть там с мозгами было все в порядке, они понимали. Но сегодня, сейчас остались те, кто... Да кому уже ничего нахрен не пернулось? То есть вот их немножко колбасит. Они в некотором событии даже все это дело убирают и сами работают, понимаете? Им же нужны денежки, куда они хотят съездить. И по сути событий мы уже опустились до уровня ниже. Это вам кажется, что мы высоко? Нет. Когда кажется высоко, тогда идет заработная плата. Когда зарплата нет, мы куда катимся? Низ естественное. И в дивном количестве, я так понимаю, что с учетом того, что какой-то идиот взял под жок мой дом, да-да-да, это просто были придурки. Но я еще раз говорю, как я могу отработать в этом городе, когда я работаю для людей, я людям все это дело, а объясняю, а они все это дело свинячат. Да, возникает вопрос, естественно. Как вообще эта возможность? Ну да ладно. То есть, грубо говоря, по сути событий, я уже немножко объяснил, что это не топ, далеко не топ. Грубо говоря, по сути событий, я объяснил, как неторопливо вы можете заработать. Потому что все, что дальше, то есть раньше, в принципе, когда белорусы еще этим делом-то занимались, то есть на пятерочке можно было работать спокойненько, понимаете? На пятерочке, да, вы больше зарабатывали, естественно, но это был результат. То есть вы брали уже пятерочные, у меня в принципе есть такие конторы, в которых я мог бы, если бы это дело все осталось с белорусскими корнями, вы все это дело отдали дебильным москвичам. Ну, москвичи шизы. Мы даже ничего не будем говорить, почему нормально эти люди туда не едут. Потому что вы представляете, что они там творят. То есть им нужны бабки, 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 бабки. Зачем? Белорусы. Думайте головой. Смотрите мои сюжеты. Ну да ладно. Что получилось? И почему я говорю, что этот финал? Больше я вам денег не дам. Сейчас маленький нюанс будет. Когда я залез вот сюда. Вот сюда. Слазь? Сейчас, сейчас. Да. Вот я залез вот сюда. Вот. Сейчас вам покажу. То есть мы залезли к достижениям, в которых в свое время в нижней части, вот здесь в нижней части, в нижней части вот здесь вот. Иногда были такие штуки под названием то есть в верхней части были обыкновенные примочки для того, чтобы вы чуть-чуть побыстрее получали результат. Вы видите, что этих примочек уже нету, да? То есть мы сейчас ничего не можем сделать. То есть нас, москвичи, придурки, блин, отказали от дивного исследования. Что в этом дивном исследовании было? Что в нем было? были, вот сейчас покажу. Ну вот давайте вот это посмотрим, да? Сейчас откроется немножко. Вот. Вот. Были такие штуки под названием чертежи. О! О! То есть были стандартные чертежи, а сейчас они вообще полностью сказали хрен вам, а не чертежи. А? Клево, да твари. То есть можно было национальные чертежи собирать, а можно было общие чертежи собирать. Сейчас нету ни хрена. Понимаете? Нету ни хрена. То есть, ох вы скоты. Вы именно скоты. Да смотрите, в конце концов, зачем это все сделать, я не въезжаю. Ну, ну что же делать-то? Вот. Можно было чертежи взять. Ткнули спокойненько. Основные чертежи были, и были дополнительные. И можно было неторопливо, спокойненько сделать, вот как я сделал в свое время. То есть я сделал вот такую штуку под названием. Этими чертежами я сделал в потоне. То есть максимальное количество чертежей сделано было хорошо и собрано. То есть был собран чертеж. Вот. В принципе, ну еще ладно, когда это было чуть-чуть раньше. То есть можно было бы заплатить деньги, и там маленькие фрагменты были, чертежи. Но сегодня и сейчас чертежей нету. И что вы будете? Вы будете собирать бабки, вы будете складывать деньги. Ребятки, этого не получится. Ну не получится, и все. То есть сегодня и сейчас вам надо понимать, что вы теряете клиентов. А? О! О! Москвичи! Алло! Гараж! Вы теряете клиентов. Вы приходите в город Магнитогорск. Ну это я по... В связи с тем, что я как бы немножко рекламой занимаюсь, и самый первый рекламный ролик кто сделал? Догадайтесь сами. Вы думаете, что вы круче всех. Вы далеко не круче всех. Понимаете, город Магнитогорск строили политические переселенцы, и те, кто вообще-то здесь сидел, то есть у нас ежовка, такие вещи были, да-да-да. Просто люди сидели здесь, строили город Магнитогорск. Да. И вы никогда этих людей не переделаете. Это город Магнитогорск. Это своеобразный, весьма интересный городочек-то. Там еще был Норильский с той же оперы. Да. Ну там вообще... Это... Ох, какие там женщины были. Одна приехала, просто симпатичная, очень красивая. Да. Вы не переделайте. Вы это дело не переделайте. Верните на круги свои, а? Ну верните. Это же не сложно. Чем... Даже тогда, когда все это вы сделаете, если это сделаете бы быстрее, вы думаете, я это не сделаю, так же быстро. Если вы вернете все на круги свои, сделаете, что на пятерке вы можете денежки зарабатывать, что у вас будут дополнительные материалы, имеется в виду чертежи, и дополнительные чертежи, естественно, тогда все, тогда дядя Леша все дело развернет. Вы знаете, я человек грамотный, как только вы это сделаете, ну никаких проблем. Вернул все на круги свои, и тогда, в принципе, тогда, в принципе, люди пойдут и будут работать. Потому что, ну, это прикольно. Хотя, с другой стороны, мы будем говорить о том, что полное несоответствие числу и количеству, ну, это отдельная тема. Да, 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 да. Бывает, что же я могу сказать. Вы хотели красиво, но не все так получается, поверьте мне. Вот. Но тогда еще можно будет привлечь людей. Что касаемо, почему я работаю именно на танке номер один. Вернемся на круги свои. Вот этот танк, да. Почему я выбрал МС-1 наш и вот этот танк, который я использую дополнительно. То есть, тот скоро будет также по полной программе, там немножко-то осталось. Ну, как немножко, придется поработать, естественно. Но когда у него будет не 300, а 500, торчиков, вот этот. Это, в принципе, одна и та же контора была разница. Не было никакой, просто чуть-чуть примочки. Да, когда он у него будет там 500, допустим, да, у него же так же будут все пятерочки. Ну, это нормальное явление. Почему я именно это воспринимаю? Потому что я не буду дебилом. В смысле, я, наверное, есть дебил. Но у меня есть мысль, которую мне в свое время дали, когда я заканчивал военную кафедру города Магнитогорска. Я люблю все-таки стрелять из засады. А вот, допустим, если мы будем говорить про немецкую технику, да, она, конечно, ушибает. А вот, и тут уже вась-вась-вась. Она, конечно, круче, базара нет, но из засады стрелять с этой техникой мне больше нравится, потому что это засада. конечно, вблизи они уж, вот, может быть, ФИА-3000 хорош, базара нет, но немцы, конечно, отшибают. То есть, в данном случае, видите, это уже смысл. И когда мне говорят, почему ты не лезешь никуда, я говорю, вы не понимаете, что ли, что из засады были такие человеки, россияне, поляки, которые ушибали 20, а может быть и больше. Они использовали засаду, то есть, как бы, ну, закрыто совсем было. Здесь, к сожалению, таких вещей не существует в природе, потому что, как бы вам сказать, что мы делали раньше. Ну, это мы можем даже вспомнить. Мы, кино, было то, когда человеки просто брали спокойненько, выкапывали ямку по, по, по башню, закатывали туда машину, закрывали все это дело. И вот тогда это была засада. То есть, в башню еще и попасть-то надо было, это же тебе не целый танк. Здесь этого нету, понимаете. Ну, нет таких вещей. То есть, можно куда-то заехать. Но, как правило, это что такое? Это кусты. Кусты возможны, но кусты прошибаются. А так, чтобы можно было залезть куда-то, этого нету. Ну, я же еще раз говорю, это не идеальный вариант, но неплохой, по сути, событий. Вот и все. Поэтому я занимаюсь, естественно, вот эти машинки. Но я люблю засаду, понимаете. Я не, туда-туда-туда-туда, это наши мозги, скорость. Совсем все не то, поверьте мне. Когда мой сын умудряется летать на квадрокоптеры, мы дома летаем, естественно, он круче, чем я работаю, у него мозги по-другому работают. По-другому, по-другому. Активнее, универсальнее, умнее. И когда мне говорят, что я не буду говорить про сына, что он лучше меня, я буду говорить про сына, что он лучше меня. Хотя, в принципе, он пока еще не имеет моей квалификации. То есть, я же не просто телевидением занимаюсь. Там же много различных вещей, которыми я занимаюсь в телевидении. Не просто одна штуктура. Нет, конечно. То есть, телевидение для меня это все. И я все для телевидения. Понимаете? Я все для телевидения. Мне никогда не надо говорить, что ты будешь делать, как ты будешь делать. Я все это дело знаю. И работаю. И самое главное, синхронных ставочек-то нет. Потому что все это дело было соблюдено в этой дивной голове. В этой дивной голове, в которой половины мозга-то уже и нет. Да-да-да. Ну, глиобластома я живу, делюсь, объясняю, что рак мозга четвертой степени это не полная жопа. Внимательно посмотрите и живите спокойненько. И даже если, не дай-то бог, это дело случится, я очень сильно желаю, чтобы мы сделали все это дело побыстрее. Но получится или нет. Ну, живу же. Живу и делюсь с вами своими возможностями и мыслями. Еще раз говорю, если москвичи это сделают, вопросов нет. В тот же момент, как только вы это дело все вернете, и вы даже ничего не будете говорить, потому что я занимаюсь этим делом постоянно, верните все на круги свои. в любом случае, в любом, в любом случае, если вы будете более или менее адекватными, то вы думаете, что я не потратил деньги? Нет, я потратил деньги, тоже кое-что купил. Да? Да. Но я сейчас не собираюсь тратить деньги дополнительные, потому что вы полностью уничтожили любые мысли, некоторые возможности продвигать. и все. Но давайте все-таки, включив мозги, сделаем главный вариант. Дайте людям возможность работать и получать, ну, некоторое удовольствие. Ну, некоторое удовольствие. Ну, некоторое удовольствие. И тогда денежки к вам пойдут. Подумайте своей головой. Умные мои товарищи из Леста Геймс. Продолжение следует...